мне скоро понадобится устройство удерживающие двери с переворотом стенд переворотный называется вроде потому что буду переваривать вот эти вот места и потом надо будет красить герметить внутри и снаружи решил я сам сделать этот стенд посмотрел магазине стоит от 8 10 и выше собирал у себя вот такого всякого железа всякие разные 25 на 25 вот у меня вот таких вот на 25 еще есть две штучки вот посмотрел магазине пошарился в интернете и думаю сейчас сделать себе сам такой я вадим ставьте палец вверх если вам нравится и подписывайтесь поехали замеряем двери двери у нас 110 до получается сделаем на всякий случай 120 вот ширина у нас будет 120 замеряем высоту 70 ну значит где-то надо 60 делать может 70 даже так ну вот метр двадцать нам надо чем у нас вот это вот полтора метра сейчас мы с ней сделаем метр двадцать это вниз стойки будем делать вот из этой рядышком которая метр десять они у нас ну вот это вот у нас тоже метр шестнадцать да вот с этих двух ну так вот так а ширину ширину посмотрим вот это вот наверно чем у нас 84 это у нас 68 68 узкого тоннами будет и устойчиво так значит сделаем колеса возьмем с этой коляски она все равно уже свое отжила но остальное по ходу уже будем смотреть так вот у нас получилось длина длина у нас получилось метр двадцать и длина до изделия 70 но это вот этот куда все вешать будет это верх будет ну и до низа общая длина 110 ну ты считай 40 сантиметров высота от пола ну это плюс еще здесь колесики встанут до снега 45 будет все сейчас и добавим потом вторую сторону вот такая вот получилась сейчас мы приварим сюда раскосинки чтобы покрепче было и там приварим вот эту перемычку такую то а здесь по краям колесики сделаем посмотрим такие у меня еще другая коляска тоже выкидывать вот колесики сделал по два штук на всякий случай тоже колесики пластмассовые не знаю ну так я пробовал наступал я 100 килограмм вешу нормально ну так вот все катается бесшумно так подобрали трубочку чтобы надевалась на эту трубу ну чуть-чуть болтается это может быть хорошо даже отрезал от старого насоса уже давно на всякие бомбасы идет все еще отсюда будем приваривать сюда и на ту сторону вот сейчас будем делать сюда колесико с тормозами это у нас пойдет шестеренка девятошная у нее как раз 15 труба влазит прям четко и влазит вот сюда это же 15 15 труба сейчас так вот раз ее и обварим здесь сунули трубочку на 15 обварили ее и потом уже надеваем эту шестерню потому что эта шестерня не знаю как она себя поведет после сварки даже порошковое железо все сейчас здесь вот тоже еще проварим по кругу обварили вот эту штуку все ровно получилось и сейчас надо сделать вот здесь вот прижимную здесь снизу педалька будет прижимную будем делать шестеренка та же самая девяточная только с коленвала вот отрезали часть и сейчас вот сюда вот ее приварим и также она будет у нас фиксирует здесь так ну вот так вот это все будет получаться вот сюда будет вставлять пружину вот такую я ее сжал замерил два два с половиной сантиметра оставил здесь два с половиной сантиметра и приварил трубочку такую разрезал ее сжал маленько чтобы труба тут не болталась труба еще пока на прихватках все и снизу тоже такое же колечко здесь не стал сжимать потому что вот эту вот фигнюшечку педальку саму сделал там вон втулочка разрезал ставил сейчас надо все это дело разобрать и сварить сейчас приварю все покажу в действии так ну вот получилось все так вот я обрезал эту шестерню вот эту педаль нажимаешь и все и крутится пружину подобрал тоже от клапанов от каких-то не знаю мне тут целая корзина всяких разных педальку тоже валялись вот такие штуки прижимают колодки на рено магнум мне брат работает валяются тоже вот придумал она вставляется в трубу как раз вот этим квадратиком и вот этот изгиб сюда болтик вкрутили сейчас еще отсюда гаечку прикрутим и все будет ништяк все сейчас сюда сделаем штурвал штурвал тоже валялся у меня тоже от велосипеда руль сейчас вот так вот его приварим все и будем варить крепление иначе вешать дверь ну вот сейчас станина все зама готова все это крепко держится сделал чтобы она была разборная справа вот этот вал вытаскивается все потом там болтик откручивается и вот это вот вылазит что там вдруг пружина лопнет вот этот болтик пружина лопнет или вот эти шлицы так вот у нас будет держалка сама сделал 60 сантиметров просверлил отверстие пруток на 12 по моему какой был чтобы сюда влазить и здесь будет у нас крючочек небольшой такой и все пятачок гайка и болт на болт потом сделаем или шайбу большую приварим или проволоку шестерочку все сейчас сделаю и покажу вот так вот приварили гайку и теперь вот сюда вот гайка вовнутрь заварим чтобы потом этим болтиком прижимался вот вот стержень регулировочный так вот сделали держалки вот так вот этот регулируется насколько надо просверлил отверстие тут что у нас 12 на 12 из торца вырезал квадратик приварил гайку внутри ну спирогайку приварил квадратик а потом гайки вовнутрь вставил и болтик к нему приварил шестерочку проволоку и заточил маленько крепление сделал вот так вот вот такое вот чтобы крепить профиль ну вот этот сюда вот так вот и просто вставляется вот сюда вот так вот и вставляем уже само крепление вот так вот все и закручиваем весь барашечек все держится ну вот так вот пока два крепления сделал таких все и вот так вот и будет все это дело поворачиваться но есть еще один вариант крепления вот такой вот так же труба сюда вставляется а вторая вот отсюда и здесь уже приварим квадратик с гайкой чтобы прикручивать с барашком но так как у меня профиля не было у меня вот был 50 на 25 и этот профиль у меня 25 он туда не влазит я его разрезал вот такой пополам и чтобы расширить его просто обстучал электрод четверку и сейчас вот так вот его вставим и обварить и так вот получится вон там электродик этот и сверху так же и приварили квадратик с гайкой ну вот в результате получил все так вот и сделал 6 штучек этих держалок на всякий случай крепление вот у меня вот такие и такие оставил тоже посмотрим в эксплуатации какие будут лучше и вот у меня еще кусочек здесь сантиметров 40 на ему выступает так для всякой мелочевки и вот короче она получилась вот это вот расстояние вот отсюда и до верхнюю 580 получилось ну 660 сантиметров от земли до пола получается метр десять ну а земли до верха эти штуки по 60 сантиметров расстояние вот это вот 120 как я уже говорил все шестеренка с распредвала и шестеренка с колен вала обрезанную здесь стоит уже не знаю от чего все и вот так вот все работает так же на любой угол вставляется ну и колясики от коляски ширина 85 от колеса до колеса ну и растяжки поставил везде здесь растяжки поставил и здесь понравилось видео ставь палец вверх и подписывайся все